Сокол и также горячий христианский привет из общины города Черновцы, от двух общин города Вологды. Вот приветы, которые записаны и переданы нашими братьями из других общин. Если есть те, кто хотел бы передать привет, но не записал, вы можете это сделать. Да вы что? Ягодкина Валентина Федоровна, она почти вышла из этого первого инсульта, второй случился. Будем молиться за нее, да, будем молиться из города, она сейчас у нас в Кстово, в Кстово находится. Огромный привет. От сестер, которые приехали из Донбасса, огромный христианский привет. За все приветы. Автозаводская церковь передает привет. Спасибо большое. Пусть приезжают, мы примем их из города Арзамаса привет от братьев и сестер. За все приветы сердечно благодарим и взаимно передаем. Где-то будете в гостях от нашей общины, передавайте такой же горячий, пламенный, сестринский и братский привет. И да благословит нас всех Господь. Валентина Федоровна Отец Небесный Отец Небесный, мы сейчас склоняемся перед Тобою, ибо Тебе принадлежит Царство и Сила и Слава на земле и на небе. У Тебя на земле, Отец Небесный, есть Твой народ, искупленный Тобою от греха и от зла. И молим, чтобы Ты благословил этот народ, исполнить волю Твою, чтобы Евангелие было проповедано во свидетельство всем народам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Псалом 127 Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Твое. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, а сыновья Твои, как масленичные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя Господь Сиона. И увидишь благодетствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих. Мир на Израиле. Рада приветствовать Вас, дорогая церковь, на субботнем богослужении. И мы хотим пригласить Вас к общему пению. Гимн называется «Господь Тебя люблю» 194. Слова будут на экране. Господь Тебя люблю и песнь Тебе пою. О, Боже мой, мою услышку я. Ты по своей любви милость ко мне яви. Дух в сердце обнови, весь грешен я. Господь, приди ко мне, Ты мощь моя. Господь, приди ко мне, Я жду Тебя. Услыши голос мой, Прошу Тебя с мольбой. Пой жертвовать собой в делах святых. Господь, приди ко мне, Ты мощь моя. Все, чем я дорожу, Тебе я приношу. Как жертву, как жертву все сложу, У ног Твоей. Господь, приди ко мне, Я жду Тебя. Господь, приди ко мне, Я жду Тебя. Господь, приди ко мне, Я жду Тебя. Пусть грозный враг страши, и злобно громки пи. Ты верный, крепкий щит, всегда со мной. Господь, иди ко мне, ты мощь моя, О, по моим горьбе я жду тебя. Помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе большое за то, что Ты здесь собрал нас для служения Тебе и славы Твоего Святого имени. Благослови, пожалуйста, нас на внимательное слушание и благослови нашего проповедника, чтобы все, что Он не говорил, славило имя Твое. Спасибо Тебе за все, и будь с нами в этот день святой. Во имя Твое просим. Аминь. 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 Продолжение следует... Я иду к тебе навстречу Ласковое небо Ты так манишь нежным светом Звездных фонарей Как же мне умчаться вдаль Но крыльев Божьих нету Я хочу укрыться, Господи, в тебе Ты зовешь меня домой к себе Мой Божий Ведь небо — это родина моя Но дай мне только крылья Дай мне веры тоже Я в тебя навстречу лечу Сколько я бродил по свету Счастья в жизни нету Сколько горя, сколько бед Все в мире без конца Лишь одна надежда Что мы встретимся когда-то Это все, что, Господи, хочу Ты зовешь меня домой к себе Мой Божий Ведь небо — это родина моя И дай мне только крылья Дай мне веры тоже Я к тебе навстречу лечу 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 Аминь Аминь А сейчас время пришло для детского рассказа С детской странички Ребятишки, пожалуйста, все сюда Ждем, ребятки, вас Вот они какие Веселые, счастливые, радостные Красивые все Так, все собрались И еще идем Сегодня я вам расскажу, ребята Интересную историю Ну, по крайней мере, мне так кажется Что она будет интересна для вас Скажите, пожалуйста У вас есть Ну, пистолеты У кого есть Так, и у мальчиков, и у девочек Они защищают вас Нет? Вы играете ими? Нет? Играем Итак, вот такая история Давным-давно это произошло Когда еще ваши бабушки, прабабушки, дедушки Даже, в общем-то, не родились Это произошло С одним молодым человеком Мистер Ну, назовем его Стивен Устроился работать в одну из лесопильных компаний Сторожа И вот однажды Работая Он Услышал Страшный звук И думает Что же это такое? Подошел К одному из Дверей К одной из дверей И там услышал Такой скрижет Там, оказывается Разбойник Вор хочет вскрыть сейф Вы знаете, что такое сейф? Что такое сейф? Там лежат деньги Там лежат деньги Представляете, большие, крупные деньги Большой компанией И вот И вот Что происходит дальше Этот молодой человек приходит и говорит Так, стой Я тебя сейчас арестую А разбойник говорит Да ты что? Я сейчас тебя пристрелю И больше всего ничего не будет Я сейчас убегу А молодой человек не боится Он говорит Нет Я сейчас вот вызываю А он его уговаривает Да ты что? Мы с тобой сейчас все поделим Будем пополам Это нам надолго хватит Скажите Вы согласились бы Чтобы вам поделили Огромную сумму денег? Нет Не хотите И он не хотел И он не хотел Он берет телефон Набирает Говорит так Соедините меня с полицией Я задержал преступника И что вы думаете? Приехала полиция Задерживает этого человека И его сажают На много-много лет Потому что он уже сидел Четыре раза Понимаете? И это уже пятый раз Его посадили Аж на 25 лет Но этот человек угрожал Понимаете? Он угрожал Я все равно приду Я тебя накажу Я тебя вообще в живых не оставлю Ну 25 лет прошло Все тихо Спокойно Молодой человек женился У него хорошая жена Двое ребятишек Девочка и мальчик И вот однажды Жена говорит Ты знаешь Пришло письмо Заказное Она говорит От кого? Он говорит От кого письмо? Прочитали Оказывается Это письмо От самого Начальника Тюрьмы И вот он пишет Уважаемый мистер Рик Я считаю Своим долгом Сообщить вам Что левак Карманек Сегодня утром Был выпущен На свободу Он намерен Отомстить вам За ваше участие В его поимке И Заключению Я обычно Не придаю значения Таким словам Но сегодня Я что-то Сомневаюсь И прошу вас Примите Надлежащие Меры Предосторожности На что Жена спросила Что же будем делать? Давай помолимся Давай спросим Божьей защиты У Бога А он говорит Рик Да нет У меня есть Два нога На два пистолета Я ведь это же Знаете Могу ими пользоваться И это более материально Вы знаете Что такое материальное? Вот пистолет Можно потрогать Правда? Вот понимаете Он есть в руках И человек говорит Он меня защитит Представляете? Нет? Не защитит? Ну вот он так надеялся И вот что дальше? Они пошли в гости Приходят вечером поздно И вот пока их не было Огромная-огромная тень Надвигается Это вот зловещая Такая Черная Большая Огромная В общем Это пришел разбойник И он зашел В квартиру В дом Этой семье Спрятался За диваном И сидел И ждал Ну получилось так Что жена С детьми пришла домой А Рич Он сказал Я, говорит Пойду в офис зайду Посмотрю там что Как там чего И он задержался А когда пришли в квартиру Жена и ребятишки Девочка с мальчиком И вот что произошло дальше Это сидит Ждет Он ведь хочет убить Такого Того Ребята перепуганные Они знают Что есть угроза Для пап Они папу любят И вот они Рассуждают Мам Но ведь вот Такой вот старик Ведь он же Не должен причинить Вред нашему папе Ведь мы же папу Любим Ведь та Ну что мама сказала Ну давайте Дети Сейчас уже поздно Давайте мы с вами Помолимся И Ляжем спать Ну а сначала я вам Прочитаю Несколько слов Из Библии Принеси сынок Библию Он принес Библию Они открывают Некоторые стихи Говорят Любите Читают Открывают Библию Проклинающих вас Ненавидящих И гонящих вас Ну вот Давайте сейчас Вот помолимся Ляжем спать Твоя Доченька Доченька Давай молись И вот девочка Помолилась Она говорит Дорогой Иисус Я прошу тебя Чтобы ты защитил Нашего папу Мы хотим Чтобы Господи Он был с нами И ходил в церковь Мы хотим Чтобы все мы Дружно любили Друг друга А также Господи Я люблю Вот этого старика Разбойника Левака И я не хочу Его бояться Ты пожалуйста Тоже его любишь И покажи ему Свою любовь Как и я его Тоже полюбила Вы знаете Эти слова Так ей Перевернули Практически Всю жизнь Вот этого разбойника Он сидел же Все слышал Он сидел И думает Что же теперь делать Эта девочка У этого такого Говорит Негодяя Который меня посадил Такая хорошая девочка Я не могу Причинить боль Этой девочке Потому что Я не могу Убить Теперь этого Папу Понимаете Вот что Сделала Молитва Девочки Когда все Ушли спать Он остался Он решил Найти эту книгу И он ее читал Всю ночь Там На этом же диване А потом А потом Он эту книгу Взял Как она говорит Украл И Дальше Оставил записку Такую Он сказал Молитва Девочки Перевернула Мою жизнь И я не хочу Причинить Никакого Вреда Вашей семье Вот на этом История еще не Закончилась Вы спросите своих родителей Они найдут этот рассказ Она называется Книга Это Украденная Книга А сейчас Вы можете на свои места Садиться Проходить И нарисуйте Может быть Разбойника Может быть Книгу Украденную А может быть За диваном Прячущегося Такого страшного Разбойника Вот на этом Наш рассказ Закончен До свидания А сейчас Церковь приглашается К общему пению Нашему Богу Гимн Ты Господь Моя скала Номер 185 Господь Будь моя скала Нишь в тебе Сокроюсь я От тебя Потом живой Льется чистою струей Он смывает Всякий грех Благодать Объемлет всех Оправдаться Оправдаться Пред тобой Не могу Спаситель мой Сколько Б дел Я б не творил Сколько Слез Б я не мил Избавляя Я От греха Только Благодать Твоя Я Не бощись Своей Тебе Прибегаю Я Вольфе Вон и день Когда Придешь Верных Царствиях Придешь Иисус Моя Скала Свамили Меня Тогда А сейчас Церковь приглашается к сбору даров и десятин У доктора Меган Было сложное время Недавно Умерла его жена А некоторое время Спустя За попытки Реформировать Учебный план Он был Тыканом В одном Миссионерском колледже Школьный комитет Поднял вопрос О его Увольнении Пока Доктор Меган Пытался разобраться Со всем этим Приехал Его знакомый И пригласил Принять участие В производстве Кукурузных хлопьев Которую Он Организовывал Предложение Конечно Было Заманчивым Кэллок Также Предлагал Доктору Мегану Пакет акций Которые К тому времени Могли стоить Очень И очень Дорого Меган Провел В молитве Всю ночь Утром У него Был Ответ Он Написал Я Решил Что Несмотря На сложности С братьями Я должен Придерживаться Этой Вести И уделять Все время И использовать Талант Который Я имею Для того Чтобы Укреплять Адвентистское Движение А не Производить Кукурузные Хлопья А что Интересно Для вас Производить Кукурузные Хлопья Или Распространять Весть О любви Иисуса Давайте Перепосвятим Себя И жертву Сегодня Будем Искать Прежде Царство Божие И правда Его Распространяем Помолимся Дорогой Иисус В этот Святой Субботний День Мы пришли На поклонение И общение С Тобой Спасибо Тебе Что В трудные Моменты Нашей жизни Ты всегда Рядом Спасибо За обещание Заботиться О наших Нуждах Когда Мы Посвящаем Нашу Жизнь И силы Возвещение Твоего Царства Благослови Эти Собранные Средства Пусть Они Принесут Пользу В Твоем Деле За все Мы Тебя Благодарим И славим Аминь Собранные 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 То лицо, то лицо, под божественным венцом. Прикоснуться бы к руке или к краешку одежды. Я ищу тебя с надеждой, знаю, ты не вдалеке. Жажду слышать голос твой, трепетать и поклоняться, бесконечно восхищаться всей твоей, всей твоей. Всей твоею красотой. Где найти тебя, скажи? Мои поиски облегчи, на опущенные плечи свою руку положи. Чтобы сила изошла, мою душу исцелила. Чтобы солнце вновь светило, Чтобы я, чтобы я, чтобы я тебя нашла. Аминь. Дорогие братья и сестры, наши дорогие гости, рад вас всех видеть, рад вас приветствовать. Также приветствуем всех тех, кто смотрит богослужения онлайн. Хотелось бы вам пожелать присутствия Духа Святого, понимания тех истин, которые записаны в Писании. Также нас смотрят люди, которые я называю невоцерквленные, люди, которые не являются членами церкви. И их тоже приветствуем. Пусть Господь всех нас с вами благословит. Ну что, сегодня хотелось открыть новый цикл проповедей. Из двух частей состоит. Сегодня будет первая проповедь, следующую субботу следующая проповедь. Этот цикл называется так. Разрушьте своих идолов. Вынесите своих идолов и оставьте их за порогом Дома Божьего. Интересная тема. А как вы считаете, есть у нас с вами идолы какие-то или нет? Я приглашаю вас к молитве. Давайте мы с вами помолимся, попросим Божьего благословения и откроем страницу Святого Писания, чтобы нам можно было увидеть, что Господь приготовил для нас. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость за благость Твою. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Да будет имя Господь Твое благословенно. И мы просим Тебя, даруй нам Духа Святого, Господь, чтобы понимать те истины, те глаголы вечной жизни, которые Ты открываешь для нас. Тебя, Господь, мы за все благодарим и славим Отца, Сына и Святого Духа. Прибудь с нами, Господь, открой нам Слово Твое. Аминь. Так интересно, дорогие друзья, вот сразу вижу, целый пласт уехал на праздники куда-то. Было бы хорошо, если бы пласт с верхних рядов спустился сюда вниз, потому что, когда вы смотрите онлайн-трансляцию, и когда наши операторы показывают зал, создается впечатление, что никого в зале нет. И картинка не очень красивая, визуально это не очень, ну, глаз, в общем, не радует. Поэтому, друзья мои, если есть у вас желание, подходите сюда поближе, и мне будет вас видно. Вот я, когда смотрю на задние ряды, я вижу только очертания людей. Вижу Владислава, Владислав с субботой. Вадим, Вадим, все, вижу, Вадим кивает. Ну что, давайте начнем с проблемы, которые есть в христианстве. Сегодня проповедь, скорее всего, будет касаться людей, которые уже являются христианами. Те, которые заключили с Богом завет. Я постараюсь быть мягким в этом вопросе, и чтобы люди, которые не имеют отношения никакого к церкви, может быть, не были отвергнуты Божьей благодатью, Божьей истиной. Нужно будет мне где-то, если что, Саша, рукой там, говори помягче. В чем проблема? Проблема вот в чем, мои дорогие друзья, что многие христиане, некоторые не понимают, а некоторые отчетливо понимают то, что являются грешниками, то, что являются идолопоклонниками. Ну, в той или иной степени мы с вами, находясь в этом мире, являемся всегда идолопоклонниками. Ну, к примеру, кто из здесь присутствующих читал, книга такая называлась «Сонник», «Сновидение», «Сны». У кого было? Хорошо. А кто из здесь присутствующих знает, кто он по знаку зодиака? И многие люди, знаете, знают, что он по знаку зодиака такой-то, когда по радио или по телевидению начинают говорить о том, что сегодня Стрельцов ожидает, и «О, сделай погромче, что меня ожидает?» То есть не секрет, что многие из здесь присутствующих вышли из этого сообщества людей, которые, ну, какие-то были критерии, не те, которые в церкви, не те, которые у Бога критерии, и вносят их в церковь, не желают от них освобождаться. Некоторые не желают освобождаться по причине того, что не понимают, что это грех, что это неправильно, что это идолы, а некоторые понимают, Дух Божий им об этом свидетельствует, Слово Божье об этом говорит, но они всеми фибрами своей души держатся за этих идолов. Сегодня мы с вами будем говорить о идолах, которые более правильное слово этим идолам – грех. Многие люди, живя в этом мире, ну, и я вместе с этими людьми, когда находился в этом мире, делая какие-то неправедные поступки или языком Библии, делая грех, не понимал, что я делаю грех. Все в этом мире делали грех. Ну, я вот жил еще во времена, когда СССР не развалилось, и был такой ходячий термин, такой, у всех он был на устах – украсть у государства – это не грех. Так говорили, понимаете, это мы учили, но я вот вырос с этими словами в этой терминологии. Знаете, почему евреи умные? Наверное, отрицать никто не будет, что евреи особо умные какие-то. Это, ну, за всех не будем говорить, ну, возьмем частик и скажем, какие-то они умные. Избранный народ. Ну, мне, я согласен, что это избранный народ, но мне кажется, что если мы посмотрим с вами на историю иудаизма, то за три с половиной тысячи лет, ну, это такая, может быть так, шутка для размышления, все глупые вымерли. Потому что, когда народ Божий пошел за Богом, и если они были людьми, которые не слушали глаза Божьего, если они упирались в том, что им Бог открывал, то они оставались в пустыне. И никто из них не вошел в землю обетованную. Мы с вами читаем, что они вышли, они воспротивились, и все вымерли. Я так думаю, что произошел определенного рода естественный отбор. Все Богопротивники вымерли. Остались умные люди. Те, которые понимают, что Бога надо чтить. С Богом нужно дружить. С Богом нужно строить правильные отношения. Не нужно с Ним воевать. Давайте я прочитаю вместе с вами четвертую книгу Царств, 23 глава. Четвертая книга Царств, 23 глава. И мы увидим то, что Богу приятно. То, что Бог принимает и о чем Бог свидетельствует. Если вы будете дома самостоятельно изучать Библию, читать книгу «Исход», вы будете читать книгу «Паралипоменон», две книги, да, вы будете читать четыре книги Царств, вы увидите, что взаимоотношение между Богом и народом всегда складывалось в такой параллели, что Бог хотел от чего-то народ освободить. От чего-то Он хотел их очистить. И давайте прочитаем, вот от чего же именно. «И послал царь, но я написал себе Осия, Иосия, и послал царь Иосия, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. И прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенном месте и заключил пред лицем Господнем Завет. Последовать Господу, соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова Завета Сего, написанной в книге Сей. И весь народ вступил в Завет. То есть, они прочитали Божьи постановления, Божьи принципы, они увидели Божий закон и сказали, Господь, мы хотим от всего сердца, от всей души следовать за Тобой. И повелел царь Хелки первосвященников, и вторым священникам, стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного. И сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон. И велел прах их отнести в Вифиль и отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, которые кодили в Аалу, солнцу и луне и созвездиям и всего воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрон и сжег ее у потока Кедрон и истер ее в прах и бросил прах ее на кладбище общенародное и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем и осквернил он тафет, что в долине сыновей Янома, чтобы никто не проводил сынов своих и дочерей своих через огонь Молоху. Вы слышите, что было в Иерусалиме? Что было в доме Господнем? Кому служили священники? Кому кодили священники? Кому поклонялись люди? Это все происходило в Иерусалиме. Тринадцатый текст. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской и Хамасу мерзости Моавицкой и Милхому мерзости Аммонитской осквернил царь и изломал статуи и срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Эфиле, высоту, устроенную Иераваамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех. Также и жертвенник тот и высоту он разрушил и сжег сию высоту, стер в прах и сжег дубраву. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Эфиле и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках и сжег кости человеческие на них и возвратился в Иерусалим и 24 текст и вызыватели мертвых и волшебников и терафимов и идолов и все мерзости, которые появились в земле иудейской и в Иерусалиме и стрибилуся, чтобы исполнить слова закона написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем и 25 последний текст «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, всею душою своею, всеми силами своими по всему закону Моисееву и после него не восставал подобный ему». Как написано «Бог свидетельствует, что такого царя не было ни до него, ни после него». Как вы думаете, Бог свидетельствует это с какой нагрузкой? В позитиве, что Бог рад, что Бог счастлив, что это произошло, или Бог огорчен, что это было? Помните, у Иисуса Христа слова есть, когда Его спросили, в чем закон и пророки? И Христос говорит, а ты как понимаешь? И Иудей отвечает ему так, он говорит, первая заповедь, возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей. Здесь повторяются именно вот эти слова. в этих словах видно, что у этого царя была любовь к Богу, и любовь это была не на словах, а на деле. То есть он произвел в царстве своем очистительную работу. И Бог говорит, ах, как это хорошо, как приятно, что люди начинают служить и поклоняться Господу. У меня вопрос, если это было приятно к Господу во времена этого царя Иосии, в наши дни, как вы считаете, будет Богу приятно, если каждый верующий человек произведет в своем сердце, в своей душе вот эту очистительную работу, очиститься от идолов, очиститься от скверны, очиститься от грехов. Это важно или нет, как вы считаете? Очень важная работа, очень важная работа. Поэтому сегодня мы с вами будем открывать тему ту, что касается идолов и грехов, открытых или скрытых. Мы сегодня будем говорить о людях, которые грешат, которые совершают грех, которые совершают преступления против Господа, против сообщества верующих людей, против тех, кто близко с ними живет, то есть родные и близкие, может быть, те, кто окружает их в этом мире. А в следующую субботу, друзья, мы поговорим с вами об особой касте духовных людей. Так что вы сильно не радуетесь. Вы знаете, можно быть очень духовным человеком, много читать, но тем не менее это будет идол, это будет идолопоклонство. но это в следующую субботу. А сегодня давайте мы с вами откроем, что же Бог говорит нам о грехах. Давайте мы с вами нужно разъяснить картину вообще самого слова грех. Непонимание у верующих людей в вопросе греха и у людей неверующих возникает тогда, когда люди не могут дать определение этому слову грех. Они когда не понимают, что это за слово, какую нагрузку оно в себе несет, вот происходит недопонимание, а от этого недопонимания жизнь человека выстраивается неправильно. Откройте, пожалуйста, притчи 20 глава 9 стих, Экклесиас 7 глава 20 стих и 1 Иоанна 1.8 Притчи 29 Экклесиас 7.20 Послание 1 Иоанна 1.8 Что Слово Божье говорит о грехе? О грешниках. Притчи 29 Кто может сказать Я чист Я очистил мое сердце Я чист от греха моего Кто может сказать Я чист от греха Я чист от Следующий текст Экклесиас 7.20 Нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы Еще один текст библейский И уже Новый Завет 1 Иоанну 1 послание Иоанна 1 глава 8 стих Если говорим что не имеем греха то что обманываем самих себя и истины нет в нас Противоречащие этим текстам другие тексты хочу прочитать 1 Иоанна 5 глава 1 стих 1 Иоанна 4 глава 7 текст 1 Иоанна 3 глава 9 текст Нужно вместе их прочитать Всякий верующий что Иисус есть Христос от Бога рожден Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога Всякий рожденный от Бога не делает греха потому что семя его пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от Бога так может грешить человек или не может как вы считаете не каждый грех смерти то есть можно грешить но греховник смерти еще как вы сказали все согрешили и лишены славы Божьей все грешат хорошие правда ответы хорошие потому что я когда с людьми разговариваю мне говорят все грешат все у каждого свои таракашки я грешу так а ты грешишь так все иди к себе домой и там с собой учи желущи варить давайте мы с вами определим понятие греха римлянам 5 глава 12 текст происходит путаница тогда когда подменяют понятие или смешивают понятие римлянам 5 12 говорит посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили понятие греха как природа по природе вот сестра сказала здесь нет ни одного безгрешного человека если мне кто-то начнет утверждать что он безгрешный то я хочу ему прочитать вот этот текст что грехом вошла смерть и смерть перешла во всех человеков если вы безгрешны значит вы должны жить вечно но я хочу сказать вам что кладбище и надгробный камень впоследствии будет свидетельствовать о том что вы друг мой были есть и остаетесь грешником по природе по природе хотим этого или нет адам согрешил все я грешник второе понятие греха грех как поступок я грешен по природе как вы считаете почему преступник совершает преступление или друг по другому задам вопрос преступник когда совершает преступление в этот момент то становится грешником человек который совершает грех прелюбодеяния становится в этот момент грешником грешником у Иисуса Христа есть хорошие слова когда он говорит как эфиоплянин может изменить свою кожу как барс может снять себя пятна человек не становится грешником когда совершает грехи а будучи грешником он грешит он совершает греховные поступки потому что он грешен по природе поэтому люди и грешат потому что их природа такая мы грешим потому что мы грешны по природе не грехи наши делают нас грешными а из-за того что мы родились в грехе мы грешим вот этот вывод надо запомнить что нет ни одного человека который вот я прочитал текст выше экклесиаста 7.20 нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы я грешник по природе какая существует проблема с грешниками которые приходят в церковь вот человек пришел в церковь и говорит вот пастор ты же сказал что я грешник по природе я ему говорю брат ты грешишь а он говорит нет нет да я грешу да да но я по природе такой значит нет не грешащих все грешат отстанет меня вот как как с такими людьми разговаривать вы бы что сказали мои дорогие друзья старались бы ну вот я тоже стараюсь не получается у меня так это кто там сказал Валентина Ивановна да Валентина Ивановна молодец вот смотрите я жил в этом мире и воспитывался этим миром мои родители никакого отношения к церкви не имели но тем не менее были какие-то нормы определенные нормы приличия правила какие-то там приличия и в этом мире ну считалось что все-таки прелюбодействовать это некрасиво не в церкви в мире так считалось что не нехорошо прелюбодействовать но если очень хочется то можно нехорошо но можно если что Никто в этом мире не понимал о том, что есть грех прелюбодеяния или грех блуда Никто в этом мире не понимает, что это грех Считается, что это плохо, но никто не считает, что это грех Я вам уже говорил о том, что в этом мире считают, что красть не грех Если у кого-то, у кого много, почему бы не украсть? Почему бы не поделить? Почему бы не экспроприация экспроприаторов? То есть если граб награбленный, знаете такой был термин? Они награбили, почему бы не утащить у них? Что здесь плохого? Вот так живет этот мир. И я так жил. И это был принцип моей жизни. Я считал, надо все по справедливости делить. Если у человека много, почему бы со мной не поделиться? Забрать у него. Вот Наташа, к примеру, хорошо устроилась на работе, работает. У нее хорошая зарплата. А у меня маленькая зарплата, понимаете? Жил я в таких условиях. Она больше меня получает. Я считаю, что надо поделиться, забрать у нее половину. У тебя жена красивая, а мне вот не повезло с женой, понимаешь? Она не такая красивая. Время прошло, она завяла. Почему бы мне с красивой? Это же хорошо, это же здорово. Вот так я жил в этом мире. До того, как я пришел в церковь, до того, как я пришел в церковь, я имел общение с Богом. Бог коснулся моего ума, и Бог коснулся моего сердца. Я читал Слово Божье. И откровение было мне от Бога. Это внутреннее откровение, понимаете? Внутри меня было откровение от Бога. Не люди мне говорили, что это плохо, что это нельзя. А я увидел для себя всю отвратительную картину этого мира. Не то, что я начал понимать, что красть плохо. Я знал, что плохо. Мне говорили, что плохо. Не то, что я начал понимать, что прелюбодействовать плохо. Ну и люди говорили тоже, что прелюбодействовать плохо. Но во мне появилось внутреннее отвращение к этому греху. Я не хочу этого делать, понимаете? Не хочу и вижу перспективу греха. То есть я знаю, чем этот грех заканчивается. Всякий вор, как говорил герой кинофильма «Место встречи изменить нельзя», вор должен сидеть в тюрьме. Вы понимаете, можно красть сколько угодно, но в любом случае ты будешь сидеть в тюрьме или твоя репутация будет запачкана. И Слово Божье об этом говорит. А вы скажите мне, а где плач, а где красные глаза, а где бессонные ночи? Не там ли, где пьют? А мне, говорит, вчера звонит мне одна женщина и говорит, сделайте что-то с моим зятем. Пьет и говорит мне, это полезно, а он член вашей церкви. Не дает ночью спать. Она мне звонит и говорит, как так? Что это такое? Когда человек верующий пьет, устраивает дома скандалы и дебоши и говорит всем, что это полезно. А я вижу, это написано в книге притчи, я вижу, где проблемы. Там проблемы, где закон Божий нарушается. Зачем мне жить в проблемах? И я слышу голос Божий, который меня зовет к жизни во Христе Иисусе. И я с вами, сестра, согласен, потому что в Библии написано, в Библии написано, римлянам 13 глава 9 стих. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего своего, как самого себя. Люби ближнего, как самого себя. И когда мне говорит прелюбодей, ну написано же в 1 Иоанне 1,8, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Истины нет в нас. Апостол Иоанн пишет эти слова, говоря о грехе, о природе греха. О том, что если человек будет говорить, что он безгрешен, он лжец. Нет людей безгрешных. Иоанн говорит о том, что все мы грешили. И я грешил, и я сознаюсь в этом, что я был грешником до того, как встретился со своим спасителем Иисусом Христом. До того момента, когда Бог не явился, как мне, когда явился апостолу Павлу на дороге. И он, Павел, ослеп, но потом прозрел. И вот здесь я читаю послание Иоанна, 1,5, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. О рождении речь идет. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Всякий, рожденный от Бога, дальше что написано? Не делает греха. Не делает тех поступков, которые делал до того, как родился свыше. Ефесянам апостол Павел пишет, кто крал, впредь не кради. То есть происходит изменение в человеческой личности. Я был по природе такой. Я делал грех, и мне нравилось. А сейчас мне не нравится. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 текст. Вот о чем сказала Валентина Ивановна. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть Христос, придя в мою жизнь, изменил меня. Метаноя, в моем сознании произошло изменение. Мне не нравится это. Мне не нравится и то, что я делал плохие поступки. Знаете, иногда люди говорят, я до старости доживу, а потом в церковь приду, потому что вы такие все скучные. Ну что ты думаешь в церкви? Нету никакого драйва в жизни. Друг мой, я хочу тебе сказать, что в этом, в грехе нет драйва. Грех заканчивается смертью. Потому что написано, что смерть вошла во всех человек. Любой грех приводит человека к одному концу. Смерть. Все. Другого пути нет. Я просто, знаете, в шоке нахожусь от того, что люди продолжают ходить в церковь. Сейчас скажу так, чтобы не отпугнуть наши телезрители, которые смотрят интернет-трансляцию, чтобы понятно было для тех людей, кто не ходит в церковь. Вот если спросить сегодня человека, который живет в этом мире, вот который живет в этом мире, давайте семью. Вот возьмем молодую семью. Просто для примера. И зададим им вопрос. Это будет Маша и Коля. Спросим Машу. Маша, ты хотела бы, чтобы Коля изменял тебе? Понимаете, я помню фильм, называется «Экипаж». И там вот этот герой, молодой, красивый человек, девушке говорит, ты согласна, что мы свободны, мы должны любить кого хотим, когда хотим? Она ему говорит, да, я согласна, я согласна. Но когда вопрос коснулся ее лично, то почему-то она не захотела, чтобы он гулял от нее, изменял ей. То есть спросите любого мирянина, который живет за порогом церкви, и вы увидите, когда человек строит лично свою жизнь, лично свою семью, Иисус говорит, что в законе любовь к ближнему, любовь. Бог любит и хочет, чтобы эта любовь была явлена. Я не хочу, чтобы мне изменяла жена. И я уверен, что жена не хочет, чтобы ей изменял муж. Я не хочу, чтобы мои дети выросли преступниками. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы мои дети крали. И я не хочу, чтобы в мою квартиру кто-то залез. А вот скажите, вот здесь присутствуют люди, дети, которых может быть или мужья, или кто-то близкий пьют и употребляют наркотики. У вас было такое, что вы домой приходите, а денег нет? Ну и как ощущения? И я думаю, что эти ощущения, то есть вот этот негативизм греху все испытывают. Верующий вы или неверующий. Поэтому Бог приглашает всех людей оставить это. И Он говорит не то, что мы сможем. Сестры, старайтесь, не старайтесь, у вас ничего не получится. Это новое творение. Это рождение свыше. Когда Христос приходит в вашу жизнь, внутри Дух Святой вызывает отвращение к тому образу жизни, который вы вели. Вы не хотите его вести. Я лично не хочу. Начните уговаривать меня. Дайте денег мне. И я не буду, я не соглашусь с вами. Почему? Потому что я жизнь избираю, я жизнь люблю. Помните, я вам про царство показывал? Там у меня квартира. Неужели вы думаете, что я царство свое променяю на чечевичную похлебку? Да ни за что. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Мой дорогой брат, моя дорогая сестра, если ты ходишь в церковь и продолжаешь грешить, то ты у людей вызываешь осознание пустоты церкви. Церковь – это пустышка. Слова Господа ничего не значат. Писание – это вымысел, это байка. Почему? Потому что Христос говорит, что ты новое творение, а ты не изменился. Ты какой был, такой и остался. Я хочу тебе сказать, что ты не изменился, потому что ты не встретил Иисуса Христа. Ты не родился свыше. Поэтому лучше тебе выйти из церкви. Лучше тебе не называться тем, кем ты не являешься. Буду ли я безгрешен или стал ли я безгрешен совершенно? Нет. 1 Иоанна 2 глава с 1 по 4 текст. Речь не идет о том, что вы будете безукоризненные такие, и у вас ангельские крылья сзади, и нимб над головой. Я когда с некоторыми людьми встречаюсь в церкви, у меня вижу нимб. Они идут, у них нимб над головой. Все. Мне так страшно становится. Почему? Потому что Библия говорит о следующем. От природы своей вы никуда не денетесь. Вы по природе грешник. Вы перестанете делать то, что вы делали. Грехи, которые совершали до встречи с Богом, вы прекратите их делать. Ну, допустим, я не прелюбодействую, не краду, никого не обижаю, ну, или стараюсь не обижать, как под руку попадется. Прихожу домой, переработался, устал. Домой прихожу, ужин не готов. Захожу в комнату, там Дина навела порядок. Почему-то дети, они такие беспорядочные-то вообще. В смысле не то, что они беспорядочные в плане этики, этикета, а вот куда они придут, через пять минут там все. Как будто война прошла. Могу я нагрубить? Нет, я не должен, но могу я нагрубить? Могу. Я вам серьезно говорю, могу. И не из-за того, что я буду это делать специально, не специально я нагрублю. Может это произойти в моей жизни. Почему? Да потому что я по природе грешник. И что мне делать тогда? И вот здесь Иоанн говорит. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 4 текст. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот джец и нет в нем истины. Вы видите, что Иоанн говорит? Иоанн говорит, что мы будем любить закон. Но это не говорит, что вы будете безупречны во всех отношениях. Но вы не будете делать того, что вы делали. Вы не будете совершать эти грехи, которые вы делали. теперь я хочу показать, что ожидает. И если вы мудрые люди, вот я начал с того, что задал вам вопрос, спросил вас, почему евреи умные? Это может, знаете, показаться так, ну так, веселой нотой. Но если вы действительно мудрые, вы, вот сейчас я текст прочитаю, и вы с этого текста просто посмотрите на тех людей, кто вас окружал в течение вашей двадцатилетней карьеры в Господе. Вы просто проанализируйте. И проанализируйте свою жизнь тоже. Не только тех, кто рядом с вами. Свою жизнь тоже проанализируйте. Мне кажется, в первую очередь. Давайте прочитаю текст. Сейчас скажу. Евреям 10 глава с 23 по 31 стих. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, перевести этот оригинал текста, я беру в скобки, на русский язык будет так звучать, упорствуем в грехе. То есть Бог тебе говорит, дает откровение, что это грех. Он внутренне пытается тебя изменить, а ты, как этот некогда Ахан в Писании, который говорит, вот как Ахан сознался? Понимаете, его поймали, вот за руку его взяли, сказали, ты грешишь, вот грех. И на что он отвечает, а что тут такого? Вы помните, что с ним произошло с Аханом? Так вот, послушайте, что дальше написано. То не остается больше жертвы за грех. Не действует жертва Иисуса Христа. Все. Человек, который упорствует в грехе, он сам себя лишает спасения. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, если отвергающий закон Моисея при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего. Вы понимаете, что Павел говорит? Это тот, кто говорит, что праведность по вере. И он говорит, если человек уперся в грехе, он отвергает, он попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ, какой тут слово стоит? Свой народ. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот многие верующие, они, и мне такое создается впечатление, они что-ли, не понимают, что они вот вошли, они вошли в освятилище, они вошли в контакт с Богом, дух дает им откровение, они это откровение слышат, но упорствуют, тем самым они думают, что Бога нет, что ли? И Павел пишет, он говорит, Бог жив, Бог живой. Эти люди, как волки, нещадящие става, одеваются в овечью шкуру, входят в церковь и выдергивают из церкви овечек, соблазняют их в свои грехи, втягивают их в грех, начинают внушать им, что в моей практике был такой верующий человек, псевдоверующий, он уже не христианин, то есть не член нашей церкви. Так вот, этот человек сидел за моей спиной, вот за моей спиной, я сидел спереди, он сидел сзади меня, и пришла в церковь, я с Вадимом Бутом проводил программу евангельскую крестили мы 111 человек, и была там группа молитвенной, в этой молитвенной группе была одна женщина, ну она такая была, ну, очень симпатичная, такая красивая женщина, умная, образованная, такая, эффектная, и вот она пришла, и из-за того, что она была в моей группе, она всегда садилась рядышком, тоже сзади сядет, сидит там, Виталий Валерьевич, скажите, как это, как то, и вот он посел к ней и говорит, слушай, ты такая красивая, что такой красоте пропадать, я тебя так люблю, давай, будем вместе встречаться, у меня квартира есть отдельно, все, я тебе там буду подарки покупать, это говорит он ей на богослужении, я хочу, чтобы вы увидели всю глубину вот этого, я не знаю, как это назвать, когда человек называет себя верующим, ходит в церковь, поворачивается к члену церкви, который только что обращен и начинает уговаривать его к прелюбодеянию, она ему говорит, ты упал, что ли, с дерева, я под красным фонарем стою, ты с чего это взял, а он говорит, а разве Бог против любви и начинает цитировать библейские тексты, которые доказывают, что то, что он ей предлагает, это хорошо, и такие люди есть в церкви, вы понимаете, что они делают, в Библии написано, они лишают себя вечной участи, и они одевают на себя шкурку такую, благочестие, такие слащавые речи, как там написано, и начинают потихонечку людей в гиену ввергать, в Библии написано, взятого на смерть спасаемой, дорогие друзья, я считаю, что грех нашего времени это равнодушие, я убежден, что в церкви есть люди, в церкви есть люди, которые видят прекрасно, что человек грешит, знают, что грешит, и вместо того, чтобы, как написано в Слове Божьем, обличать его, выводить этот грех на чистую воду, они с молчаливым их покровительством, знаете, с таким молчаливым, молчаливым таким согласием, ну, моя хата с краю, я ничего не знаю, это меня не касается, я хочу вам сказать, что ваша участь такая же, почему, а потому что в Библии написано, что если ты видишь человека, молчишь, его грех становится твоим грехом, когда мне говорят, почему церковь такая, почему в церковь люди не идут, почему, я хочу сказать, что Бог людей бережет, вы понимаете, Бог их бережет, чтобы, придя в церковь, не дай Бог, они не заразились представлением, что можно грешить, Захарий 5 глава с 1 по 4 текст, Захарий 5 глава с 1 по 4 текст, а я хочу сказать, вы знаете, что вот этот грех Ахана, когда вот он скрытый, там все семейство знало, и когда семья Божья знает и молчит, то вся церковь, все дети Божьи, они лишаются Божьего благословения, понимаете, ну лично я не лишаюсь благословения, то есть если вы возьмете народ израильский, который в рабство попал, перешел с Иерусалима до Вавилона, то, ну что, Даниил разве был лишен лично благословения, вот скажите, Даниил лично лишен был благословения? Нет. Пророки лично были лишены благословения? Нет. Но в целом народ был лишен благословения. Благословения того, которое принадлежит ему в это время, время последнее. У меня был в жизни случай, когда Бог мне, ну вот так же пришел со мной поговорить, и сказал мне, он сказал мне, ты делаешь что-то неправильно. и я, ну как бы, говорю, я не слышу твой голос, что ты там говоришь? И решил подтвердить, думаю, вот Библию открою, вот если я открою, значит это, ну, подтвердил. Я беру так Библию, раз, открываю, читаю, опять то же самое. Я такое говорю сам себе, ну, это случайно. Потому что, знаете, не хочется же, да, когда тебе Бог обличает, тебе не хочется. Думаю, ладно, завтра. На следующий день наступает, я уже думаю, в другом месте надо Библию открыть, так взял в другую сторону. Открываю Библию, опять читаю то же самое. И я вынужден, понимаете, Бог тебе говорит. Если Бог тебе говорит, послушай, поверь Ему, поверь Господу. И вот то, что касается того, что Бог говорит к церкви своей, Он говорит, очисти, очисти. Это же стройное, помните, в белых одеждах. Она очищена кровью святой, она очищена Иисусом Христом. Захарий, пятая глава, с первого по четвертый текст. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал Он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его двенадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, всякий, кто крадет, тот будет истреблен, как написано на одной стороне. Всякий, клянущийся, ложно истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, ну, в дом вора. В дом, клянущийся моим именем, ложно. Слышите, что написано? Если человек назвал себя христианином, вторая заповедь, что там голосит? Ну-ка, скажите мне, подскажите мне, мои возлюбленные братья, вторая заповедь. Что вторая? Не делай себе, а третья заповедь. В оригинале еврейского языка написано, не неси имени Господа, Бога своего напрасно. То есть, если перевести на русский язык, знаешь, если ты православный и не ведешь православный образ жизни, не носи крестик. А если говорить протестантам, я вам хочу сказать, что если вы протестанты и ведете образ жизни не протестантский, не называйтесь протестантами. Не называйте себя верующими людьми, если вы ведете образ жизни как неверующие люди. И он говорит, Бог, Саваоф, он говорит, я посылаю проклятие, и это проклятие от меня. И это проклятие входит в дом человека, который говорит, что он христианин, а он не христианин. И дальше смотрите, что происходит. Как написано на другой стороне, я навел его, говорит Господь Саваоф. «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен» на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, будет истреблен. «Я навел», говорит Господь Саваоф, «и оно войдет в дом Тати, и дом, клянущегося именем моим, ложно, и прочитайте, сколько оно будет там, это проклятие в этом доме». «И будет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Как вы понимаете этот текст? Бог говорит, «Я войду к тебе в дом, и не выйду с этого дома, пока полностью этот дом не будет уничтожен». А вот теперь проанализируйте, теперь попытайтесь увидеть свою жизнь и жизнь тех людей, кто ведет себя не так, как должно, и вы увидите, что Слово Господне истина, и нет неправды в нем. Так у меня, знаете, такое иногда впечатление создается, как написано у апостола Павла, «иных страхом спасать». Я уж думаю, пугать что ли начать. Ну, я не из-за того, что мне хочется страх на вас навести, но вы просто должны увидеть, что ожидает вас. Мы должны понять четко, конкретно для себя, что вы вошли в храм Божий, и здесь ангелы присутствуют. И мы с вами имеем отношение с силами духовными, которые никакого отношения к силам физическим не имеют. И если Бог вам говорит, то нужно, вы знаете, все-таки нужно понять, что это Бог вам говорит. И если Он сказал, что, друг мой, если ты не изменишься, смотри, смотри, я порядок наведу. Луки 13 глава, 1 стих. В то время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? Что так, пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня силаамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Покаяние, метаноя, изменение мышления. Брат мой, сестра моя, если ты видишь в жизни своей, что то, что любо тебе было там, за порогом отношений с Богом, и оно преследует тебя, обратись к Богу, попроси у Него, чтобы Господь изменил твою жизнь. Не будь лицемером, не будь той, так написано в Слове Божьем, не будь тем волком, который сам не входит и другим не дает войти. Покайся, потому что Бог за каждое свое слово, которое вышло из уст Божьих, там стоит Божья печать, и оно исполнится. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами поняли, что речь идет не только о сегодняшней жизни, что Бог говорит, что я все уничтожу, а речь идет и о жизни вечной, о будущем. Итак, второй вывод. Человек, который встретился с Богом и заключил с Ним завет, не может жить жизнью в грехах, которые вел до встречи с Ним. Нераскаивавшийся ждет гиена наравне с теми, кто молчит. Наравне с теми, кто молчит. И да поможет нам Бог, мои возлюбленные братья и сестры. Давайте помолимся. Наш Отец Небесный, Ты исполнен благодати, любви, милости и долготерпения. Для Тебя один день, так как тысяча лет. И порой вот в нашей жизни складывается впечатление, что Ты отсутствуешь, и Тебе до нас нет никакого дела, и мы можем делать то, что мы хотим, и это никто не замечает, и нас никто не призывает к ответу, и мы не видим никакого Твоего суда. Но Слово Божие говорит, что это впечатление обманчиво. И это впечатление складывается только из-за того, что у Бога есть качество, как долготерпение. И в Библии написано, что Бог не хочет смерти, грешника, но хочет, чтобы жив был человек. Мы знаем, Отец Небесный, о Твоей любви. Твоя любовь, она выразилась в Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Но дай нам понять, что если мы упорствуем, если мы отвергаем голос Духа Святого, то мы попираем жертву Иисуса Христа, то мы отвергаем влияние Духа Святого, сами себя лишаем спасения, сами себя лишаем Царства Божьего. Поэтому просим Тебя, Господь, помоги нам быть мягкими и отзывчивыми на призыв Твоего Духа. Помоги нам, Отец Небесный, больше беспокоиться о том, что Ты о нас думаешь, а не о том, что о нас думают люди и что о нас они говорят. Что они о нас скажут, ой, там, будет так, или будет это, а если я пойду сделаю, то ой-ой-ой, все, на меня все будут от меня отворачиваться будут. Господь, помоги нам больше Тебя бояться, чем людей. В хорошем смысле этого слова благоговеть перед Тобой, уважать Тебя, Господь, ценить Тебя, любить Тебя. Поэтому мы просим Тебя, Святой Дух, сегодня, войди в наш разум, в наше сердце, объемли нашу жизнь. Господь, призывай нас к покаянию. Время короткое. Мы видим, Боже, те события, которые разворачиваются в этом мире. Мы уже даже не успеваем привыкнуть. К одной катастрофе появляется другая. Мы не успеваем привыкнуть к этому, наступает что-то третье. И это все свидетельствует о том, что время близко. И когда мы видим, что происходит с нашей церковью, Господь, что она не так уж сильна, как было 10 лет тому назад, мы начинаем понимать, Боже, что с нами что-то не так. Внутри нас что-то не так. Мы просим Тебя, Господь, благослови, преобрази. Во имя Иисуса Христа наша молитва, Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Господи, Ты поймешь меня, наш покой для больной души, Господи, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я к Тебе, Господь, на колени голову склоню И молить Тебя прощений не устану Верю, что поймешь непременно ты печаль мою И утешишь, и ободришь в трудный час Господи, Ты поймешь меня Наш покой для больной души Господи, суматое я, Ты меня От равнодушья удержи К Тебе, Господь, на колени голову склоню Знаю, что поймешь печаль мою и утешишь Аминь Берей стоит, номер 229 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Прохожий у дверей стоит И в сердце к нам стучит, стучит Давно ждет он поспеши И дверь открой, его впусти О, друг, дверь открой, его впусти О, друг, дверь открой, его впусти О, друг, о, друг, навек не старый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, у нас есть с вами сегодня удивительная возможность участвовать в служении добровольных пожертвований, которые пойдут на платежи коммунальные нашей с вами общины, нашей с вами церкви. Пусть Господь благословит вас обильно, чтобы, как написано в Слове Божьем, рука дающего да не оскудеет, и карман его да не опустеет. Пока наши сестры собирают пожертвования, я хочу спросить вас, а как вы думаете, а сплетничать это грех? Да, это лжесвидетельство, друзья мои. А слушать сплетника тоже грех, братья и сестры. Знаете, вот когда начинаешь проповедовать о грехе, об очищении, это очень серьезная тема, очень серьезная. Они напряженные эти темы. Но тем не менее, вы знаете, спросите любого курильщика, вот Володя здесь сидит, он вам расскажет, который понял пагубность этой привычки. Вот знаете, человек понял пагубность, хочет бросить, а сил не находит в себе. Вот мне хотелось бы, чтобы вы увидели его, когда он исполнен силы, бросил курить. Знаете, что он делает, когда встречается с вами? Он говорит, я курить бросил, уже три дня не курю. То есть, настолько человек переполнен радости от того, что, как говорит апостол Павел, я могу всем обладать, но мною ничто не обладает. Я подчиняю все себе, но не я подчинен чему-то. Поэтому, с одной стороны, это очень серьезная тема, но с другой стороны, вы не должны быть опечалены. Вы должны быть радостны, что Господь может снять с вас вот эту ношу, и вы будете свободны. Вот как хорошо и как прекрасно быть свободным. И ничего вами не обладает. Друзья мои, как не хорошо и как не прекрасно или прекрасно быть все вместе, вместе быть на служении, вместе Богу служить, поклоняться, вместе читать Слово Божие, назидать друг друга, может быть, наставлять где-то, но вы всегда должны понимать, что нужно наставлять и назидать с любовью. И знать нужно, кому можно что-то сказать, а кому лучше пастору подойдите, скажите, пастор сам скажет. Ладно? Потому что порой вы что-то как скажете, и человек потом из церкви как ушел, а вы говорите, я же правду сказал. Ну, она, понимаете, правду можно по-разному говорить. Поэтому ко мне лучше обращайтесь. Не для того, чтобы я стал источником или носителем сплетен, а для того, чтобы мы могли с вами вместе что-то сделать, преобразив нашу церковь, зная, что Дух Святой еще прежде нас уже работает над этим. Давайте мы вместе с вами помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Господь благословил нас. Здесь есть очень много просьб, личных нужд, благодарностей, проблем каких-то, которые высказывают наши братья, сестры. Давайте в тихих молитвах обратимся, и за себя самих помолимся, и за тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Господь милосердный и праведный, мы так нуждаемся, Господь, в присутствии Твоем и в силе Твоей, мы так нуждаемся в силе благодатной, в силе, которая приносит сердцу мир, радость, покой. Мы понимаем, Отец Небесный, что именно наши, может быть, какие-то неправильные поступки, наши грехи, как сегодня в утреннем страже написано, отделяют нас от Тебя. Мы сами, Господь, закрываем эту дверь, сами выстраиваем эту стену, через которую Ты не можешь достучаться до нас, через которую Ты не можешь принести нам Свои благословения. Сегодня мы просим Тебя, Господь, мы открыты для Твоего влияния, для водительства Твоего Духа Святого. Пожалуйста, коснись нас, Господь, измени нас, благослови нашу жизнь, помоги нам, Отец Небесный, в решении всех трудностей, помоги нам, Господь, быть выше этих трудностей, выше этих проблем, силой Твоего Духа. Во имя Иисуса прими благодарности наши, которые от чистого сердца, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты вел нас по жизненному пути и до сего место нас довел, и мы стоим пред Тобою, Господь, мы славим Тебя. Все просим во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И да благословит Тебе Господь, и даст Тебе мир, и да благословит Тебе Господь, и помилует Тебя, да приведет Он Тебя в Царство Божье. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok